Здарова, ребята! Всем привет! С вами Серега и на своей пасеке. Сегодня мы сделаем ревизию лежачка старенького, одного из моих первых ульев. Ну и как бы поговорим на такую тему, как подкормка пчел. Я вижу сейчас вот люди занимаются этим делом. Кто канди дает, кто там мед пытается дать, кто медовый сыт. Вот медовый сыт я еще могу поддержать. Это в какой-то мере очень хорошая, сильная стимуляция. Это особенно полезно для отводков в дальнейшем и для разгона в начале семей. Как бы ускорить этот процесс и в дальнейшем отводки можно будет сделать посильнее. То есть тепленький сироп это очень правильно. Медовое сыто, если кто сейчас делает, это достаточно неплохо. Конечно это морока, если пасека крупная, но тем не менее. И не менее ваш труд будет оправдан. То есть будет хороший такой толчок в развитии. Но что касается вот канди, меда, который сейчас люди ложат, это не совсем правильно, этого не понимаю в принципе. То есть канди и медовые лепешки это правильное такое вот ваше действие. Это под конец зимовки. То есть переход зимнего времени на весеннее время, когда матки начинают активизироваться и клуб уже не рушим. Тогда вы ложите уже эти медовые лепешки, канди для того, чтобы не загубить свои пчелиные семьи. Потому что семья уже не двигается, она сидит на расплоде. То есть для этого нужны вот такие вот действия, это правильно. Но когда уже пошла плюсовая температура, уже пошел такой вот весенний сдвиг, толчок. Все, пчела работает. Вы как бы, если вы пчеловод, вы это можете увидеть и по ледкам, визуально понять, где у вас просто облеты, а где у вас уже после облетов пчелы не прекращают лед. То есть они работают понемножку, уже идут, идут понемножку, возвращаются. Вы видите активность пчелы. То есть пчелы уже работают на пыльце, работают на воде, вот как видите, видите. То есть они уже как бы набираются сил и все. То же самое касается и поджатий пчелиных семей. То есть мне там в комментариях пишут, а ты там не поджал, не пережал, не поджал. Да вы должны в первую очередь еще ориентироваться на то, какие у вас семьи вышли с зимовки. Нужны ли они в поджатии? Нужно ли это поджатие той или иной семьи? Если у вас семья сильная, она самодостаточная, она самостоятельная вернее. Она сама справится, она работает. Там уже вы когда гнездо открываете, вы видите, что пчелы, они заходят на соседние рамки. То есть они нормально себя чувствуют. Выбирают корма соседних рамок. Уходят от гнезда в сторону, ну в другую сторону улья уходят. И как бы все в порядке. Это говорит о том, что температуры вполне достаточно в гнезде. Тепла именно этого. И они могут себе уже позволить заходить на посторонние рамки и выбирать корма. Понимаете? Если уже семья там сильно слабая, то тогда да, как бы они бессильны. Тогда им нужно это поджатие. Понимаете? Плюс еще нужно учитывать то, что вот тоже писали там. Да что ты там поджал, ты ничего там не поджал. Снимаю ролик, показываю, что у меня облеты на пасеке. Вы как бы должны логически понимать, что такое облет. Это считай 40% пчелы вылетает с улья, облетывается. Потом это все возвращается. Я вам покажу этот улья, где писали и говорили, что там типа неправильно пережал, тени дожал. И в общем покажу правильное действие по подкормке. Вот то, что как бы более-менее правильно и нужно сделать. Ну, такие вот нюансы. Так что поехали. Сейчас вам покажу семью. Ну, как бы мы с ней поработаем. С этой семьей. Вот у меня тут лежачки. Вот видите, уже пчела показывал. Идет на воду понемногу. Ведро поставил сколько? Три дня назад поставил ведро. Уже пчела пошла. Ну, вот еще белковая подкормка у меня соевая. Наверное, думаю, я ее ближе к ведру подставлю. Так будет намного разумнее. И думаю, еще одно ведро с водой надо будет поставить в другом краю пасеки. Хотя они видно по лету, как они отсюда сюда за водой летают. Что дает нам понять то, что пчела идет на воду. Это говорит о том, что в семьях выводится расплод. Так что такие вот дела. И сейчас вот поработаем с этой семьей. Я вам ее покажу. Так. То есть вы уже смотрите, что у вас температура добавляется в гнезде. Поджатие это как бы да, правильно. Но смотря в каких семьях это все нужно делать. Вот здесь, кстати, довольно интересная семья. Я вообще в том сезоне, кто канал давно смотрит. Все снимал ее, думал ее уничтожить. Мелкая матка здесь. У меня одна такая на пасеке семейка. С мелкой маткой. А потом смотрю. Ну, раз их посмотрел, второй раз осмотрю. Густота расплода, ну, просто шикарная. И матка работает. Но это, конечно, редкий случай, ребят. Если мелкие матки, то старайтесь от них уходить. Ну, зиму они набрали неплохо пчелы. Я бы даже сказал. Тоже ж показываю там, рассказываю слабышей, как спасать этот. Ну, вы ж видите, что я показываю вам другие семьи. Не те, что я вам показывал ранее, допустим. Ну, я ж хожу по пасеке, показываю вам в разных сторонах своей пасеки. Показываю семьи. Вот видите, как бы гнездо. Семья, кстати, достаточно сильная. Что хочу показать. Вот то, о чем я говорил. Вот у нас рамки стоят в стороне. Пчела вот сюда уже шастает. Тут ходит, видите. Шастают пчелы. Шукают корма. Выбирают. Ну, кстати, по мёду тоже неплохо пронесли. Вот сейчас покажу вам более правильные действия, которые нужно будет сделать. Если вы уж хотите тоже помочь своим пчелам. Потому что пчелы из зимовки, когда выходят, то они ещё как бы не сильно набрались силы. И им тяжело вот эту забросную печатку вскрывать. Ну, и как бы, пока мёд запечатан, он же не провоцирует пчелу. То есть, для того, чтобы уйти от этого, эту печатку нужно вскрывать. Сейчас, может, найду эту мелкую матку. Вот видите, как пчелы работают в весенний период. Тоже вот пишут, люди писали там типа подмор этот. Да, пчелам сутки достаточно, чтобы почистить, я бы сказал, даже на 70% днище улья. А то и лучше, если это сильная семья, они вычищают хорошо. Так. Пока мы не видим нашей матки. Это ж молодые матки от Карники, которые я делал. Вот она уже начинает сеять. Наша задача её найти. И гнезда чистить не надо. Видите, сильная семья, она способна сама себя обеспечить. Почистить днище, принести себе корма, пыльцу, за водой слетать. И так далее. Так, ну вот наша маточка. Такая вот она, меленькая. Сейчас я вам её покажу. Вот наша маточка. Видите, она мелковатая. Ну, уже яйцо, видите, у неё вываливается. Вот эта дочка от Карники. Ну, в общем, ребят, на чём мы остановились? На подкормке, да? То есть, мы с вами разобрались, что пчёлы уже вполне способны сами заходить на посторонние рамки. Выбирать корма, летать за водой, за пыльцой. И по-любому на каждой пасеке семьи, которые выходят зимы, у них есть корма. Ну, если это, конечно, не жадный пчеловод, который не пожадничал мёда в осенний период времени, то мёд по-любому остаётся. Видите, сколько мёда остаётся? Вот. Мёда очень много. Мы пока пчелу трусить не будем. Видите, дно тоже даже, в принципе, не нужно и ничего делать с дном. Они сами всё почистили. Вот эту мы струсим. И что мы делаем? Не надо никаких каньдей. Не надо никаких... Там уже медовых лепёшек. Это всё нужно было делать в середине января. В конце февраля. Вы просто берёте вот так вот и скрываете те медовые рамки, которые у вас после зимы остались. Потому что ещё часть пчелы как бы не совсем и понимает, что есть мёд, скрытый за забусный. Но пчела не чувствует этот мёд. Для того, чтобы спровоцировать пчелу, мы скрываем вот эту вот забусную печатку. В стамецке я всегда это делаю. И за сутки они эти корма выберут, скормят. И вам будет, во-первых, легче, и оно то на то и выйдет. Ну, таким вот образом, нехилым. Значит, кто боится, что кормов не хватит? Да, там переживают. Делают ревизии. Делают ревизии, открывают. А там, ну, есть такое тоже. Тут, в принципе, тоже в середине гнезда в мёд хорошо выбрали. Их практически нет. Но если у вас даже остаётся вот такая вот каёмка мёда, то этого более чем достаточно для весеннего старта и развития. Пчёлы ваши не жрут, как свиньи. Не думайте, что они там прям так много мёда съедают. Для весеннего развития им вполне достаточно такого вот клочка. Если у вас остался, вы же ещё учитывайте то, что ваши пчёлы летают за пыльцой, которое также способствует в развитии в дальнейшем. Не только мёд. И с каждым днём этот процесс увеличивается. Природу не обманешь. Всё начинает зацветать. Так что не переживайте. Всё. Вот так вот скрыли всё. И на край гнезда вы ставите это всё. Вот сюда. Пчёлы это всё выберут. Гнездо у нас сконцентрировано. Мы его не трогали, не резали гнездо. Всё у нас оно сконцентрировано. Можете так само ещё и эту рамку взять. Тоже тут чуть-чуть пчёлки у нас. Вот так вот скрываем. Пчёлы всё выберут. Мёд. Отход. Это можно даже вот сюда кинуть. Отход они переберут. Мёд выберут. Там тоже пишут, ходит мнение. Мёд закристаллизированный. Пчёлы его брать не будут. Всё это... Меньше слушайте. Всё они будут брать. Всё это мёд. Меньше то... Слушайте, что вам там рассказывают. Так. Извиняюсь. Всё они выберут и всё будет в порядке. Конечно, ребят, одной рукой неудобно. Во-первых, Нема уже кристаллизации. По-любому мёд смешанный. Вот видите, тут даже есть... Видно, как... То, что мёд смешанный. Вот кристаллизация. Процесс. То есть он перемешка. Тут рапс. Тут всё. Всё это мы всё сюда. Пчёлки наши выберут. И эту рамку ставят. Всё. Вот этого им с головой хватит. Для развития. Даже вот так вот поставим. Пчела зайдёт на эти рамки. Я вам потом в дальнейшем покажу. Что пчёлы их выберут. А сейчас я вам покажу семью. По поводу которой была критика. Была критика. За то, что... Ты их нифига там не поджал. Ты их нифига не поджал. Правда, поджимал. Я же говорю, что поджимал я их во время облёта. То есть такие пчеловоды. Надо было то написать. Пчеловод... Человек не сегодняшний. Всегда это говорил. Тут нужно просчитывать, учитывать многие моменты. Вот эту вот семью я крайнюю. Вот кто помнит по одеялу. Я с ней работал где-то, по-моему, два-три дня назад. Ролик там. Люди смотрели, по-моему, шесть тысяч просмотров. Поза тот ролик. И я работал с этой вот семейкой. Вот так вот гудят пчёлы. Вот, смотрите. На крайне сидят-сидят. Вот так вот я их поджимал. Показываю улочки. Видим, да. Хороший гуд. Полностью пчёлы обсиживают. Хорошо себя чувствуют. Вот видим, что у нас нету просвета. О том, о чём я говорил ранее. Вот. Они все сидят. В нормальном состоянии. Вот, видите. Это немного паду на них, ребят. Камеру приблизил, паду. Ну и вот. Что скажете? Ну, конечно, напишут опять, что Серёга что-то неправильно сделал. Так что, я думаю, видна вам густота пчелы. Я не из тех людей, которые сильно зажимают пчелу. Я всегда говорил, что пчеле должно быть комфортно. Должна быть золотая середина. Золотая середина. А не пережать их, чтобы они висели вот тут клубом. Прям. И при визуальном осмотре, когда открываешь, они падают на днище улья. Вот это до такой степени пережимает. Этого не нужно делать. Уже в природе тепло. Уже ваши вот эти все контролирования, пережатия, что вы делаете. Это всё нужно больше для отводков подходит, а не для сильных семей. Вы там пережмёте. Ну, и что оно даст у вас? У вас же всё равно пчела летит за водой, за пыльцой. Всё равно пчелы сами хозяйничают. А если рамки будут в стороне, с каким-то там, ну, малым процентом мёда, они будут уходить с гнезда на эти рамки. И что толку, что вы их там пережали? Ну, то есть, вы же не контролируете эти процессы. Ну, как-то так. Плюс, я скажу, и погода. Вот, смотрите, тоже. Так что, всё, ребят, всем пока, всем счастливо, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok